МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Союз самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Судьба России под благодатью казанского образа Божией Матери. Явление святыни в ограде Казани более четырех веков назад дало импульс развитию Отечества. Дело спасения людей небольшого региона объединяет жителей огромной страны. Из уральской столицы в Донбасс отправилась очередная партия гуманитарной помощи. От Тихого океана до берегов Невы проедут на своих железных конях мотоциклисты. В Севастополе презентовали просветительскую акцию. Не исчез святынь Русского Севера. Каждый день ребята из православного лагеря в Ленинградской области знакомятся с новыми святынями. Папа может все, что угодно, а тому, что не умеет, научится. В Северной столице действует клуб воспитания детей. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани патриарх московский Евсея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Казанском соборе на Красной площади столицы. Величественный храм отметил в этот день престольный праздник. Образ Казанской Божьей Матери утопает в цветах. Так же, как и Кафедральный собор во имя этой великой чудотворной иконы наполнен православными верующими, гостями города, паломниками. Сегодня здесь празднование – День памяти и явления иконы Божьей Матери – престол. Маргарита Кутявина, одна из цветочниц собора, с любовью и благодатью собирает каждый букет. Любой праздник – это, конечно, для нас, с одной стороны, много работы, но, с другой стороны, это радость, потому что ты создаешь атмосферу для людей, которые приходят в храм. Конечно же, в первую очередь, эти святые приходят в честь того праздника, который им дорог. Но в то же время, эта атмосфера, которая создается за счет цветов, она тоже, мне кажется, вызывает еще больше у людей праздничное настроение. Именно богородичным праздником мы всегда стараемся, чтобы было такое, знаете, какое-то свадебное, наверное, настроение. Оно должно быть такое белое, что вот именно такое самое нежное чувство, которое может вызвать у человека. Вот этот вот белый цвет, какое-то вот очень нежное украшение. То есть мы добавляем там разные, ну такие более как бы розы в основном у нас идут и лилии. Белые цветы – как символ чистоты, возвышенности, святости. Казанскую икону особо почитают на ороде русском. Именно с молитвой у этого образа Пресвятую Богородицу именуют «Заступница усердная». Именно у него прибегают и в радостях, и в нуждах. Для меня икона очень большая, потому что у меня тоже зрение упало. Я хочу быть пилотом, и я не могу быть пилотом, если у меня зрение справится. И вообще я бы хотела, чтобы у меня зрение справилось. А Казанская Божья Матерь, она помогает зрением. Вот почему я молюсь, чтобы она мне помогла. А я прошу Казанскую Божью Матерь, чтобы у моей мамы голова перестала падеть, чтобы у моей красной мамы мужа перестали эти проблемы. В день памяти явления иконы Божьей Матери, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии возглавил Божественную Литургию. Где снится Твоя? Мы приехали из Амстердама, я и мои дети. У них сейчас каникулы, я взяла отпуск. Вообще мы приехали в Москву, но специально на праздник Казанской Божьей Матери. Приехали в Петербург, в Казанский собор. Для того, что мы очень почитаем эту икону, молимся ей. И очень рады здесь быть в этот день, на такой большой праздник. Бладыка поздравил клириков и прихожан собора с престольным праздником и обратился с архипастерским словом. В день явления чудотворного казанского образа Пресвятой Богородицы Божественные Литургии прошли и во всех городах Татарстанской митрополии. Торжества начались со службы в Казанско-Богородицком мужском монастыре. Соборную молитву на месте обретения святыни возглавил наместник обители Игумен Петерим Рыбанин. А архиерейское богослужение по традиции прошло в Благовеченском соборе Казанского Кремля. Сегодня мы прославляем тот образ, который был странником на нашей земле, именно на земле. Царица Небесная в честном образе Казанском, который сейчас будет осенять наш город, прошла, ушла из России, прошла через весь мир, Европа, Америка, и она вновь вернулась в то место, где и должно быть этому образу. Именно сюда, на место явления своего явления. И мы прославляем и молим Царицу Небесную, чтобы она не покидала нас своей милостью, чтобы она всегда пребывала в нашей жизни, чтобы она была путеводительницей к жизни вечной. После литургии верующие проследовали крестным ходом на место обретения иконы Божьей Матери. В молитвенном шествии приняли участие около двух тысяч человек. В их числе были активисты казанских православных молодежных организаций, воспитанники воскресных школ, паломники из разных городов России. Шествие состоялось по новому маршруту. Верующие прошли мимо входа на станцию метро Кремлевская, по улицам Баумана, Батурина, Большая Красная. Наконец, шествие достигло конечного пункта Казанского, Богородицкого мужского монастыря. Именно на его территории в XVI веке произошло чудо. Была найдена икона. Митрополит Анастасий отметил, что на этом месте совершались исторические события. Кроме того, что здесь была явлена миру казанская икона Божьей Матери, на руки этот образ принял некогда священник Ермолай, будущий патриарх московский в Сея Руси, святитель Ермоген. Владыка призвал верующих обращаться к образу в трудные минуты, ведь Богородица помогает в борьбе с греховными поступками, способствует сохранению себя как личности и образа Божьего. Заходя небольшими группами в храм, верующие могли помолиться и приложиться к казанской иконе Божьей Матери. Каждый храм, как и человек, рождается неповторимым, со своей уникальной, порой нелегкой историей. Храм Петра и Павла в Сестрорецке – один из древнейших храмов. Об удивительной святыне и ее приходе расскажут наши петербургские корреспонденты. Храм первоверховных апостолов Петра и Павла – четвертый построенный храм на Сестрорецкой земле. За свою 300-летнюю историю храм менял несколько раз свое местоположение. Первый храм обветшал, построенный при Дубковском дворце Петром I. Второй храм сгорел. На его месте был построен каменный храм, который позже перенесли в другое место. В 1924 году храму присвоили статус собора. В 1931-м собор был закрыт. Место некогда святое стало духовной пустыней. Поступил приказ отправления – разрушить все культовые постройки в радиусе 50 километров. В годы перестройки безбожная жизнь горожан Сестрорецка сподвигла уже самих правителей участвовать в возведении нового храма. Скорее бы вознесся крест. Так и случилось. Только в 2009 году святейший патриарх Кирилл вместе с нынешним митрополитом Варсонофием осветили престол. Для прихожан видеть вновь дорогого владыку – большая радость и праздник. Богослужение прошло на одном дыхании. Этот храм его знает, а престол помнит его святые руки, его десницу. Но, конечно же, сегодня он приехал уже в другом статусе. И очень приятно было то, что я, как настоятель, только начинаю задавать вопрос, как и пастырю, и пастырю нашему. Владыка сразу понимает, о чем идет речь, и очень быстро дает направление. Не только отцу-настоятелю было давно направление. Владыка Варсонофи в своем слове призвал прихожан обрадить особое внимание на чистоту сердец и мыслей. Господь сказал, что именно в сердце все, все помышления наши там, и хорошие и плохие. Самое главное духовной жизнью – это следовать заповедям Божьим и опыты святых отцов, которые прошли опытные евангелия и оставили на нас свои советы. Господь говорил ученикам, когда они находились в опасности, бодрствуйте и молитесь. Молиться прихожане любят. Примечательно, многие иконы в храме – народные. 52 иконы иконостаса куплены на средства определенных людей. Такая причастность для прихожан очень дорога. По сути говоря, это не просто появление нового образа – краски, деньги и работа, а это жизнь прихода. Вот Иоанны у нас способствовали созданию Иоанна Кронштадтского. И Дмитрия Донскага, вот, допустим, Владимиры написали образ Владимира. Таким образом, практически все именные иконы у нас – это объединение прихожан вокруг святого и вокруг тех, кто носит имя этого святого. Есть в храме и особые образы, которые стали дарами. Святой Адмирал Ушаков был подарен святейшим патриархом Кириллом, а икона первоверховных апостолов Петра и Павла – Светлана Медведевой. Господь усыпает своими дарами всегда неожиданно. В храме произошло чудо – обновились три иконы, бывшие в плачевном состоянии. Икона Успения Богородицы, икона Архангела Гавриила также просиял лик нерукотворного спаса. Прихожане любят свой храм, ценят отца-настоятеля, дружны и благодарны Богу за все милости. Я благодарю Богу, что он нам послал вам такого талантливого, красноречивого, скажем так, проповедника, потому что бывают, слышу разные проповеди, но вот его проповеди, они одни из самых таких проникновенных и действительно дисциплинирующих. После каждой проповеди батюшке снова хочется наисповить. В необычной для Петербурга местности, на одном из холмов в долине Междуречия Охты и Лупы, возвышается храм святого пророка Божия Ильи. История церкви начинается с постройки небольшой часовинки близ Охтинского порохового завода, возведенного по указанию Петра I в 1715 году. Претерпев много испытаний, церковь дошла до нынешнего времени. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский совершил богослужение в этом многовидавшем храме святого пророка Ильи на Пороховых. Ильинская церковь построена в стиле раннего русского классицизма и представляет собой круглую ротонду. В облике церкви до XXI века было много изменений. В 1782 началось строительство каменного храма на его нынешнем месте. В 1805 была построена колокольня, в первом этаже которой был освящен теплый предел во имя святого Александра Невского. Храм и поныне остается двухпрестольным. Наконец, в начале XX века проведен капитальный ремонт. Храм подвергся значительным перестройкам, изменившим его облик. Была изменена форма купола. В 1938 храм закрыли полностью. Потом война, пожар, уничтоживший купол и старинную роспись. Милостью Божией с 1989 года в храме Ильи Пророка вновь звучит молитва. Весь зал расписан голубым цветом, имитирующим небо. В центре потолка находится большой образ Иисуса Христа, зовущий в Царствие Небесное. Звучат слова Евангелия об исцелении расслабленного. Владыка Варсонофи в своем слове подчеркнул, что причина болезни и страданий во многом – грехи человеческие. Грехами заболевает душа, а тело заболевает немощью. И все связано. Исцеляется грех, корни подрезаются болезнью. И тогда выздоравливает тело. Храм нес грехи прошлого, а сейчас установлен добродетельными трудами отца-настоятеля и прихожан. Вы уже четверть века здесь отдаете себя. И вот результат этого многолетнего служения. Храм достойный. Довольно много прихожан. Мне радо, что здесь большая воскресная школа, что есть будущее нашей церкви. Храм намоленный, теплый, облагодатствованный. В нем очень много прекрасных старинных икон. Происходили и чудеса. Икона Владимирской Божьей Матери обновилась. Свою любовь прихожане выказывают, заботясь о храме. Стараниями наших прихожан храм вырос в такую буквально звездочку такую на небе вот этой Ильинской Савлободы. Прихожане, конечно, это наша опора. Без овец пастырь был бы не пастух. Поэтому овцы у нас очень такие послушные, которые идут за своими пастырями, помогают нам. У нас очень такая довольно сложившаяся церковная община. Община храма – калейдоскоп удивительных людей, которые во главу своей жизни ставят церковь. Клавдия Никаноровна 25 лет назад была лежачей больной и исцелилась милостью Божией. Родилась в день иконы Казанской Божьей Матери. Благодарна Богу за все. Пишет стихи. Татьяна Викторовна – мать и жена. Уклад ее семьи основан по церковному уставу. Ее любимая икона в храме – спас нерукотворный. К спасителю, с какой стороны не подойдешь, его глаза смотрят прямо в душу. Все видят про тебя. Все лукавство исчезает тут же моментально, когда к этой иконе подходишь. Десять лет посвящает храм Роман Викторович. Врач-травматолог-ортопед. Состоит в обществе православных врачей. Конечно же, храм и община помогают нам идти на своем пути, дают нам силы по помощи Божию. И, конечно же, благодать посещает. Особенно после таких вот богослужений с еписками и митрополитами, такие архиерейские богослужения. Особенно радостно, что такие события происходят в нашем храме. Проблему многодетных семей и ответственного отцовства обсудили накануне в Севастополе. Там презентовали акцию «Отцы России за многодетную семью». Напомним, как и в предыдущие годы, в рамках акции через всю Россию пройдет мотопробег. В Крыму участники просветительского мотопробега окажутся уже в августе. С подробностями Евгения Константинова. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всеяруси Кирилла, фонд Андрея Первозванного в рамках Всероссийской программы «Святость материнства» совместно с Клубом сибирских мотоциклистов имени Дмитрия Донского проводят акцию «Отцы России за многодетную семью». Ее цель – привлечь внимание к теме ответственного отцовства как главной основы института семьи. В рамках акции стартует мотопробег, маршрут которого пройдет через шесть федеральных округов, охватив 26 краевых и областных городов и 24 епархии Русской Православной Церкви. Более 15 тысяч километров от Тихого океана до берегов Невы проедут на своих железных конях мотоциклисты при поддержке мотоклубов России. По пути следования будут совершаться молебны. В воинских частях, кадетских корпусах, детских домах состоится мужской разговор о традиционных семейных ценностях, позитивном отношении к многодетности. Презентация акции в Севастополе стала поводом для круглого стола, который состоялся в актовом зале Воскресной школы Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Участие в дискуссии приняли представители Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, Института брака и семьи при Севастопольском благощении, Воскресной школы Свято-Владимирского собора в Херсонесе, общественных организаций многодетных семей города. А что такое семья? Семья есть мама и папа. У всех же есть мама и папа, правда? Без мамы и папы мы на весь свет свой не появились. А раз не появились, значит все очень просто. Альфиментика элементарная. У мужа есть мама и папа? Есть. У жены тоже, наверное, есть. Есть? Или она без мамы папы же родилась? Планировали, да? Есть, наверное, да? Ну, наверное. И сколько родителей? Родителей. Родителей сколько? Четверо. Четверо родителей. Вот и прекрасно. Четверо родителей на вашем поколении уйдут с этой жизни. Ваш род сокращится на четырех человек. Останетесь вы родными, хорошими. Вы еще никого не родили. Ушло шесть человек на вашем поколении. Сколько нужно родить детей? А то, что у нас нет многодетных семей, ну, это плохо. Почему их нет? Потому что мы сами их не хотим видеть. Вот и все. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочения. Жители Урала оказывают помощь пострадавшим на Украине. Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону отправился еще один автобус с гуманитарным грузом для населения Донецкой и Луганской областей. Это уже вторая акция, которую мы проводим. Первый раз собрали порядка на 700 тысяч рублей разной помощи. Продукты питания, лекарства, одежда. Это уже второй раз мы собираем. Сейчас уже больше, чем на миллион рублей удалось собрать гуманитарные помощи. Откликнулись предприниматели Екатеринбурга, горожане. Эту малую лепту уральцев, мешки с одеждой, коробки с медикаментами, бинтами, крупами, консервами, детскими игрушками, упаковки подгузников, средств гигиены, предметов первой бытовой необходимости, добровольцы загружают в автобус, который отправится в Ростовскую область на помощь беженцам из восточных регионов Украины. Уже оттуда большую часть груза представители украинских общественных организаций постараются переправить через границу в те города, где происходят немыслимые события. Надо сказать, что это наша общая беда, всего православного мира, всех славян, то, что происходит сейчас на Украине. Поэтому мы с рядом общественных организаций решили вот таким образом поучаствовать, собрать посильную помощь. Это прежде всего одежда, медикаменты, какие-то продукты питания, длительного хранения. Подробный список всего того, в чем нуждаются жители Донбасса, можно получить, связавшись с организаторами гуманитарных рейсов. Не говоря уже о том, что любой желающий может выделить часть своего времени, чтобы в качестве добровольца поучаствовать в отправке грузов. Сообщаем телефоны фонда «Русский предприниматель» в Екатеринбурге, который пока что взял на себя функцию организатора. Дело спасения людей небольшого региона объединяет жителей огромной страны, представителей самых разных профессий, социальных классов и политических воззрений. Ведь в душе каждого человека живет желание протянуть руку помощи ближнему. Хотелось бы поблагодарить наших предпринимателей, которые уже не первый раз помогают в формировании такого груза. Это и Анатолий Никифоров, известный предприниматель, благотворитель, который у нас в Екатеринбурге работает. Александр Васильевич Кузнецов, Шумакова Наталья, семьи Малиновских, Трапезниковых, Рассохиных. Те, которые и муж, и жена по своим знакомым собирали и очень много передали того, что нужно для жителей Юго-Востока Украины. И к сообщениям из-за рубежа. В болгарском городе Шибка состоялось торжественное открытие перенесенного и восстановленного креста памятника в честь 37 погибших в этих местах донских казаков, прибывших в Болгарию в составе армии Врангеля. Ранее двухметровый монумент находился на старом кладбище города Старозагоры, но необходимость расширения индустриальной зоны города привела к сносу старого кладбища и переносу креста памятника на могиле погибших казаков. Крест с надписью «Донской казачий корпус» своим соратникам, нашедшим вечное упокоение в Болгарии, был установлен еще в 1927 году на кладбище города Старая Загора. Почти за 90 лет памятник разрушился. Восстановить его решили уже на новом месте, у подножья легендарной Шибки. Там находится русское воинское кладбище и храм Рождества Христова, где прошло совместное служение литургии русскими и болгарскими священнослужителями. 1877 год, 1878 год. Здесь на Шибкинском перешейке решалась судьба всех Балкан. А если говорить честно, решалась судьба православия на Балканах. И благодаря таланту, благодаря подвигу русских и болгарских воинов, мы сохранили нашу веру в Христову. Тысячелетняя история России говорит о том, что ни огромная территория, ни многовековые традиции, ни богатейшая культура, ни даже ядерное оружие не спасают от нищеты и унижения. Только дух может спасти народ, может спасти страну, может спасти каждого человека. В 20-х годах прошлого века остатки Врангелевской армии после поражения из России эвакуировались в Константинополь, Тунис и Лемнос. На греческом острове высадились 8,5 тысяч военнослужащих Донского казачьего корпуса и 16 тысяч кубанских казаков. Такая сила была опасна для союзников, которые потребовали от генерала Врангеля перевести казаков в разряд беженцев и расселить их по миру. Для донских казаков новой родиной стала Болгария. Там разместился Донской казачий корпус и Донское атаманское училище. Крест-памятник был освящен Ставропольским митрополитом Кириллом. Спонсором реставрации стал болгарский предприниматель. Когда обе стороны стремятся к содружеству, тогда нет никаких преград и все делается очень быстро. И появляется вот такой памятник, который увековечит память тех людей, которые погибли за Болгарию и здесь умерли. Надо сохранить эту память для будущих поколений. Для меня лично это знак, потому что каждый мужчина должен посадить дерево и построить памятник. И также это знак благодарности русским братьям. Из-за аварийного состояния памятника целиком перенести его на новое место не получилось. Отреставрировали только сам крест. Сделали новый постамент и вмонтировали в него подлинную доску 1927 года с памятной надписью. Для меня является честью присутствовать на этом событии. Год назад с генералом Решетниковым мы решили, что место памятника не соответствует нашим теплым отношениям между Болгарией и Россией. Поэтому было решено перенести памятник сюда. Этот памятник воинам, пролившим свою кровь за свободу Болгарии. Я хочу, чтобы это отношение передавалось поколениям. Этот памятник всегда будет напоминать нам о подвиге донских казаков. 200 тысяч беженцев, от 3 до 6 тысяч убитых, более полутора тысяч человек пропавших без вести, более полутысячи оскверненных и разрушенных православных и других христианских храмов, 37% отторгнутой территории. Это итоги оккупации Кипра турецкими войсками, которая началась 40 лет назад. Подробности в сюжете съемочной группы Восточноевропейского бюро нашего телеканала. В эти июльские дни Кипр вспоминает 40-летнюю годовщину оккупации острова. С 20 по 23 июля 1974 года молодое кипрское государство, с молчаливого согласия Соединенных Штатов и Великобритании, подверглось первым атакам превосходящих сил турецкой армии. За июль-август 1974 года республика Кипр потеряла 37% территории, северную часть острова. Даже 40 лет спустя наша собеседница Елене хорошо помнит события тех дней. Наша собеседница является сейчас президентом Союза беженцев поселка Аконфу. А тогда, летом 1974 года, Елене была молодой женщиной, которой предстояло вывезти на тракторе всю семью через горящий лес, в сторону Фомагусты, тогда еще не занятой оккупантами. Горы были в огне из-за того, что турки бомбили лес со своих кораблей. И я так боялась ехать через этот горящий лес. Я видела много кружащих птиц. Это ужасное воспоминание. Я видела много птиц. Они были словно люди. Они кричали, кружа над горящими гнездами, в которых были их птенцы. И я уже не могла везти наш трактор. Попросила отца, чтобы он сел за руль, так как боялась ехать через огонь. Мы начали молиться, чтобы Господь спас нас, помог нам пройти через горящий лес. Благодаря Господу мы были спасены. Мы прибыли в Фомагусту, набежали и сами жители Фомагусты. Тогда там царила паника. Люди кричали, плакали. Многие потеряли своих детей. Некоторые не знали, где их сыновья, которые были призваны в армию. Люди облакивали тех, кто остался позади, кто не успел бежать. Более полутора тысяч человек тогда пропали без вести. От трех до шести тысяч, по разным оценкам, были убиты. Спустя 40 лет, несмотря на то, что движение через зеленую линию, зона отчуждения между свободным и оккупированным Кипром открыта, Элени не может посетить родные места, деревню Аконфу. Психологически это очень тяжело. Один только вид сельского кладбища на фотографии в книге, посвященной трагедии Кипра, приводит ее в смятение. О боже, на этой странице фотографии моей деревни, с кладбища. Все ли так ужасно, как выглядит на фотографиях, мы решили узнать, отправившись в Аконфу вместе с одним из уроженцев этой деревни. Земляк Элени попросил себя не называть. Кладбище Аконфу действительно разрушено. Наш провожатый несколько раз пытался восстановить памятник и крест на могиле мамы и дедушки. Но каждый раз он снова находит могилы оскверненными. Эти люди не уважают даже мертвых. Будут ли они уважать живых? У них нет ничего святого. Это не люди. Они как животные. В деревне Аконфу, переименованные турками в Татлису, сейчас живут не турки-киприоты, якобы ради спасения которых Турция и оккупировала северную часть Кипра. А турки-переселенцы из Анатолии и других турецких провинций, отличающиеся религиозным фанатизмом. Из оккупированной части острова изгнаны практически все греки. Их имущество присвоено. Вот родительский дом Элени в Аконфу с табличкой «Продается». В мае 2014 года Европейский суд по правам человека постановил, что Турция должна выплатить Кипру 90 миллионов евро за моральный ущерб, причиненный республике во время военного вторжения в 1974 году. Ущерб, нанесенный разрушением, осквернением и разграблением храмов, переделанных под мечети, гостиницы, казармы и даже туалеты, денежной оценке не поддается. По сути, за 40 лет оккупации Турция превратила северную часть Кипра в одну из своих провинций. С призрачным статусом псевдогосударства под названием «Турецкая республика Северного Кипра». Признали это образование государством только сама Турция и Абхазия. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз» Кипр. В печально известном месте Едовна в Хорватии был совершен православный парастаз. Так называется поминовение душ невинно убиенных православных христиан, пострадавших в комплексе концлагерей Едовна-Госпич-Пак на территории так называемого независимого государства Хорватия, союзника фашистской Германии во Второй мировой войне. Ядовна, Шаронова яма – одно из самых страшных мест массового уничтожения людей во время Второй мировой войны. Сюда, в глухие Вилибитские горы, на высоте 1250 метров над уровнем моря, что в 22 километрах с северо-западнее городка Госпич, на православный парастаз приехали люди из разных мест Хорватии и соседних государств, чтобы помолиться об упокоении душ невинно убиенных христиан. По Божьей милости, мы уже пятый год подряд поминаем жертв концлагеря Едовна, здесь, на том самом месте, где находился лагерь. В 2012 году мы поставили поклонный крест. Сегодня мы снова собрались. Баня Луки, Белград, Сараевы, Любляны – отовсюду съехались братья почтить память невинно убиенных. Господу за души наших новомучеников. Концлагерь Едовна просуществовал всего три месяца, но за это время здесь, по оценкам историков, приняли смерть более 40 тысяч мирных граждан, в том числе 38 тысяч сербов. Шаронова яма – одна из 33 бездонных могил, куда сбрасывали сербов, евреев, цыган, а также антифашистов любой национальности, рассказывает Душан Басташич. Из тех 33 ям только три частично исследованы спелеологами. В день памяти узников фашизма перед Шароновой ямой прошел поминальный молебен. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я потомок жертв Едовна. Я потомок жертв Едовна. В Сараево, на Святого Илью, в 1941 году мой дед был арестован и отправлен в Госпич, а затем в Едовно. Он пострадал на этом самом месте, здесь, где когда-то был концентрационный лагерь Едовна. Для меня сейчас очень эмоциональный и благословенный момент. Я считаю, что такие места – места паломничества, и мы должны приходить сюда чаще. Во время Второй мировой войны хорватское государство проводило геноцид над нехорватским населением страны. Он был направлен прежде всего против православных сербов, а затем против евреев и цыган. Особую ненависть властей вызывали православные священники, которых чаще всего предавали мучительной смерти без всякого суда. Такая же судьба ожидала и высоких иерархов сербской православной церкви. Мы находимся в родном селе Николы Теслы, рядом с храмом святых апостолов Петра и Павла. Этот храм построен заново в 1986 году. Рядом с храмом – дом, в котором родился Николы Теслы. Сейчас это музей. Во время прошлого режима, до войны 90-х годов, здесь тоже был музей. Церковь в 1991-1995 годах была разграблена усташами, а обновлена в 2006-м. Число жертв геноцида независимой республики Хорватия неизвестно до сих пор. По разным оценкам, убито от 800 тысяч до 2,5 миллионов сербов, 23 тысячи евреев и не менее 80 тысяч цыган, в том числе почти 75 тысяч детей разных национальностей. В Санкт-Петербурге в епархиальном отделе по делам молодежи состоялась встреча клуба, посвященного воспитанию детей. Это сообщество необычное, потому что членами его являются папы. Он так и называется – «Клуб молодых отцов». Подробнее в сюжете наших петербургских корреспондентов. После совместной молитвы в теплой домашней обстановке начинается непринужденное общение участников клуба. Поощрение и наказание ребенка, доступ детей к медиатехнологиям – эти заслуживающие особого внимания темы стали основными на прошедших встречах. Помочь молодым отцам найти ответы на подобные вопросы – главная цель клуба. На самом деле идея родилась во время коллегии отдела по делам молодежи, которая проходила несколько месяцев назад. И мы там обсуждали в числе других вопросов, как быть семейным направлением молодежной работы в нашей епархии. Мы тогда сказали, что если есть люди, которые хотели бы этим направлением на уровне епархии заняться, то обозначьте себя. На это предложение и откликнулся Григорий Гайворонский, который и предложил начать с клуба молодых отцов. По благословению отца Константина, руководители сектора по работе с семьей при социальном отделе Санкт-Петербургской епархии стали проводиться первые встречи единомышленников. Сообщество ПАП начало действовать. Дело в том, что я состою в клубе отцов при роддоме, в котором моя супруга рожала дочь. Но он носит такой светский характер, больше ориентирован на западную психологию. И он все-таки очень ограничен. То есть там только отцы, которые, грубо говоря, имеют отношение к этому конкретному роддому. А мы все-таки решили сделать это на уровне епархии. Организаторы подчеркивают важность участия отцов в воспитании детей. И донести до главсемейства сознание этой ответственности – одна из задач православного клуба. Ведь многие современные папы забывают об этой своей обязанности. Мать – это более такое тепло, домашнее, которое воспитание, воспитание ребенка. А отец – это такие, можно сказать, основательные, такие дают принципы жизни для ребенка. И как образ, например, это, мне кажется, различие от воспитания женского и мужского отца и мамы. Все-таки мамы, они более вовлечены и так в воспитание детей. Для них это настолько естественно. Отцы все-таки больше по традиции – это такие кормильцы, они больше на работе, они приходят только вечером. Задача – научить отца хотя бы за то короткое время, пока он общается с ребенком, помните, два часа, которые проходят от момента, когда он приходит с работы, и потом ребенок уже ложится спать, чтобы хотя бы за эти два часа максимально эффективно что-то в ребенка заложить, какое-то семя, такое благое, которое из него потом прорастет. Сегодня среди участников есть и многодетные папы, как, например, протеерия Евгения Горянчик, воспитывающие восьмерых детей. Перенять опыт, а также поделиться своим, может каждый желающий папа. Свои встречи клуб планируют проводить раз в месяц. Ближайшие запланированы на 29 июля. Более подробную информацию можно получить на сайте молодежного отдела www.odm.defis.spb.ru Организаторы клуба молодых отцов уверены, что такие встречи станут большим шагом в развитии семейного направления Санкт-Петербургской епархии. Это должно перерасти в какое-то уже полноценное, такое семейное направление, потому что оно сейчас потеряно и в обществе, и как-то в культуре несколько теряется уже. Ведь мы помним, даже в советское время были, например, такие спортивные соревнования. Мама, папа, я – спортивная семья. Были какие-то семейные праздники. Сегодня этого очень не хватает на самом деле, когда вся семья могла бы вместе в чем-то участвовать. И я думаю, что вот этим клубом отцов мы потихонечку начинаем это восстанавливать. Уже второй год, как нашла свое воплощение, интересная инициатива. Детский паломнический центр при Свято-Троицком Александра-Свирском мужском монастыре. Ребята живут в православном летнем лагере и каждый день ездят по святым местам Ленинградской области. Один день вместе с ребятами провела и наша съемочная группа. Деревня Родионова находится на берегу Юксовского озера в Подпорожском районе Ленинградской области. Когда в 2006 году здесь появился Георгиевский скит Александра-Свирского монастыря, об устройстве детского лагеря никто и не помышлял. А сегодня монах Мефодий учит этих ребят молиться, креститься, жить по-евангельски. Молитва, конечно, это отвлекает, безусловно. Но, опять же, у нас какая первая и вторая заповедь? Первая и вторая заповедь какие? Что любите Бога и любите людей, то есть любите детей. И кто полюбит, собственно, людей, детей? Это, я думаю, даже будет превыше молитвы. Превыше молитвы. Собственно, молитва нас к чему призывает и чему обучает? Это вот любви, действительно, да? Чтобы мы постижали эту любовь. О, Господи помилуй, рядом нет ворота. И молитва льется в детских голосах. Ручки сплетаются где-то в небесах. Этот гимн лагеря написал Константин Геннадьевич. Он делает с ребятами утреннюю зарядку, проводит соревнования по волейболу, футболу, бадминтону, следит за дисциплиной и порядком в комнатах. Каждый день у ребят есть час посильного труда. Если не трудиться, то когда приедешь в школу, ну, в Москву, то ты будешь, как ковареная картошка. Ты ничего уже не сможешь сделать. Необычный лагерь еще и тем, что почти каждый день ребята ездят в паломнические поездки по монастырям и храмам нашей области. Например, в этом году воспитанники лагеря впервые побывали в покрово-тервенническом женском монастыре. Молодая обитель появилась в 90-е годы прошлого века и сегодня известна своей главной святыней – тервенническим образом Божьей Матери. Обруч рядом с иконой символизирует собой небесные венцы славы, которыми Господь украшает своих подвижников. Каждый паломник уже сейчас может примерить этот венец. Матушка Вероника всегда рассказывает паломникам о тех чудесах, которые произошли по молитвам перед иконой. У нас был такой уникальный случай, когда приехала сюда молодая женщина, 31 год. До этого времени она не могла иметь детей, но очень хотела, приехала сюда, молилась перед иконой, а потом взяла послушание, она стала мыть пол в этом храме и продолжала молиться. И вот Господь принял ее такое усердие и послал ей ребенка, ни одного. Она родила сразу тройню. После экскурсии монастырской трапезы ребята возвращаются в лагерь. В хорошую погоду Сергей Юрьевич, председатель попечительского совета лагеря, катает ребят на парусном катамаране. И, конечно, они делаются другими детьми. Они такие же маленькие, такие же хулиганистые, такие же непоседливые. Но они дети, они такими будут долго оставаться. Но вот эта поездка паломническая не останется, не пройдет бесследно у них. Они все равно будут вспоминать. Может быть, они забудут, как меня зовут, но они никогда не забудут, что они были в православном лагере в Родионово. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия открылся 15-й православный международный фестиваль «Братья». Он проходит в Московской области на исторически важном месте – Бородинском поле. Фестиваль соединил в себе три важные и дополняющие друг друга части – образование, общение и фестивальные выступления. Молитва в начале любого дела. Православный молодежный фестиваль «Братья» этой традиции следует непреклонно. На Бородинском поле в полевом храме была отслужена божественная литургия. Участники фестиваля совместно помолились, причастились, а затем всем было передано благословение митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Передаем вам благословение нашего правящего архиерея с пожеланием помощи Божьей всем участникам этого уже в некотором смысле юбилейного 15-го фестиваля «Братья». И благословение его на все ваши труды, на все ваши дела. Уникальная инициатива православной молодежной организации Можайского благочения отмечает в этом году свой маленький юбилей. Фестиваль проходит уже в 15-й раз. И у него уже есть свои старожилы. Валерия Пошелева принимала участие в каждом. Необыкновенное количество людей, близких по духу. Как бы у православных человеку вообще трудно в современном мире найти себе друзей. Много бывает там товарищей, может быть, на учебе, каких-то знакомых на работе, но таких людей, с которыми ты можешь поговорить по душам, довольно мало. А тут все молодые, активные, позитивные, и к тому же православные. Первый собрал 300 участников из 30 городов. В этом году уже около 700 человек представляют более чем 180 городов России, Белоруссии, Украины, Молдавии и Приднестровья. Возраст участников от 15 до 35 лет. Одна из центральных целей была изначально даже собрать молодежь из разных регионов, разных городов и разных стран вместе, воедино. И показать, что люди живут не только в одной деревне православной, ну и в каком-то маленьком городе, или в каком-то большом городе, а что нас много, на самом деле, что мы можем быть вместе, что разные страны и границы нам не преграда совершенно, и что политика эти границы, которые создают нас, она не разрушает. Сейчас вот в наши дни это, мне кажется, еще больше смысла приобрело. Программа фестиваля очень насыщена и разнообразна. Богослужения, крестные ходы, образовательные лекции, тематические круглые столы со священнослужителями, экскурсии, спортивные мероприятия, фестивальные выступления православных молодежных коллективов. О главной цели фестиваля сказал его постоянный участник, иегумен Лазарь, руководитель молодежного отдела Калачевской епархии Волгоградской метрополии. Фестиваль «Братья», как он проводится, имеет духовно-образовательный статус, имеет духовно-воспитательный статус. Уникальный проект именно нашей русско-православной церкви, помогающий молодому человеку, абсолютно ничего не знающему, прийти, пережить вот этот личный опыт богообщения, выстроить свои отношения с духовником и с братьями и сестрами и остаться в церкви. Фестиваль «Братья» известен в православном мире и хорошо зарекомендовал себя. Он проходит на исторически важном месте – Бородинском поле. Программа дает возможность участникам проникнуться патриотическим духом и почувствовать святость этого места. Самая демократичная русская игра. В одном из тульских парков прошли необычные состязания – открытое личное первенство тульской митрополии по игре в классические городки. Первый за долгие годы турнир по городошному спорту в Тульской области проводился по упрощенным правилам, что, впрочем, не снизило накала борьбы. Уже с прошлого года, начиная, на праздник Петра и Павла устраиваем такой турнир по возрожденной, забытой русской игре в городки. И надеемся, что с каждым годом это будет все развиваться все больше и больше. И уже праздник памяти святых апостолов будут приобретать действительно и церковные традиции, и уже традиции русского народного творчества и, в частности, возрождения такой игры. Этим летом турнир по игре в городки перерос в любительский уровень. В Белоусовском парке Тула состоялось открытое личное первенство тульской митрополии по игре в классические городки 2014 года. Спортсмены и любители старинной русской игры собрались помериться точностью глазомера и крепостью руки у спортивного комплекса «Динамо», где сохранилась старейшая в регионе площадка для игры в городки. Древняя русская игра «Городки», в нее играли многие великие люди, в том числе Лев Николаевич Толстой, наш с вами земляк. Ну и, конечно, вот иностранцы, как всегда, у нас что-нибудь украдут. Вот они украли. Сейчас у них игра такая есть «Боулинг». Она, кстати, у нас в России сейчас тоже приживается. Но я думаю, что ни в какое сравнение с городками эта игра «Боулинг» или «Кегль» не идут. Все-таки наша игра зрелищнее, и самое главное, что ей многие-многие века. Игра в городки развивает глазомер, быстроту и натиск. Битую мечусь – это глазомер, битую бью – это быстрота, битую выбиваю – это натиск. Так лаконично и исчерпывающе характеризовал русскую народную игру в городки Александр Васильевич Суворов. Многие известные люди, например, ученый Иван Павлов, художник Илья Репин, певец Федор Шаляпин, писатели Максим Горький и Лев Толстой любили играть в эту увлекательную игру. В 20 веке городочный спорт успешно развивался и в нашей области. Площадки для игры в городки не пустовали. Проводились различные соревнования и турниры. В пионерских лагерях дети всегда имели возможность поиграть в эту игру. Были даже династии городочников. Смотрел я на молодежь. Очень хорошие ребята. Занимаются нормально, занимаются с душою. Я думаю, ребята эти должны, наверное, возродить этот городочный спорт. В Туле он был не из последних. Они играют в игру. Я тоже хотела поиграть. И я придумала набрать шишки и сделать вот так. У них палочки, а у меня будут шишки. По завершении состязания определились победители. У строителей турнира особо отметили девушек-спортсменов, наградив всех участниц памятными подарками и дипломами. Призеры же были награждены дипломами и медалями за первое, второе и третье место. Золотым призером чемпионата по городочному спорту стал ученик воскресной школы храма в честь иконы Божьей Матери Утолимая Печали в городе Кимовске. И вот так получилось, что юный воспитанник нашей воскресной школы Витя занял первое место. Это было абсолютно неожиданно и, конечно, это радостно для нас и, я думаю, для всех прихожан нашего храма. Я, конечно, очень рад, что я в этой игре присутствовал. Я в этой игре, конечно, первый раз играю. И я, конечно, не умел в эту игру играть. А приехал сюда с батюшкой и научился в эту игру играть. Мне очень понравилось здесь. Спасибо. К небесам из-под земли. Наш оренбургский коллега Александр Белов побывал, пожалуй, в самом необычном православном храме региона. В селе Покровка находится Свято-Никольский монастырь. Ему принадлежат пещеры с подземными ходами на полтора километра. После годины лихолетия удалось возродить подземный храм в одной из таких пещер. Путь по темному коридору вглубь подземелья к храму преподобных Антони Феодосий Печорских занимает несколько минут. До подземного храма в горе на правом берегу Самарки около 150 метров от входа в пещеру. Протеерей Александр Азаренков здесь вместе с послушниками и монахами читает молебен о начале создания обители в честь святителя Николая Чудотворца. Подземный храм, кельи и систему коридоров монахи вырыли более ста лет назад. Тогда же над святыми пещерами религиозная община построила обитель. Век мужского монастыря был недолгим. В годы гонений на церковь монахов расстреляли, наземные постройки разрушили, пещеры засыпали. Когда нашли вход в пещеры, в пещерах ничего не было. Все было пусто, а камень этот так и лежал. И перед камнем даже есть такая своеобразная выемка от колен. С тех пор, как за покровкой был найден подземный храм Никольского монастыря, здесь опять зазвучали православные молитвы. На горе снова появились монахи и послушники, работают над воссозданием обители, похожей на прежнюю. В планах разбить ее на две части. В одной обустроить монашеский скид, в другой принимать паломников. Монахам нужно уединение, монахам нужна молитва. А когда будет народ, и народа здесь очень много, это будет некое отвлечение, а естественно это будет искушение. Когда, конечно, купель мы чистим, откачиваем воду, мы не закрываем, то после откачивания, когда она уже пустая, примерно на кору вот такой вот от земли, около где-то сантиметров семьдесят. Бегет? Бегет вот такой струей. Послушник Виталий, показывая купель под горой, рассказывает о чудесах святого источника. Приводит примеры, когда после молитвы купания здесь бездетные пары вдруг становились родителями. Рассказал о том, как его самого пару лет назад привезли сюда буквально умирать. Говорит, что с божьей помощью встал на ноги и от святых пещер теперь не ногой. Вот огород, сад посадили, пасека, купель, так же, чтобы порядок был. И вообще территорию всей обители, порядок. Это наше послушание. Воссоздание мужского монастыря – дело затратное и трудоемкое. Но иного пути нет. Обитель уже на стадии возрождения. И нужна она далеко не одним монахам. Если вообще монашество исчезнет, то это будет печаль, это будет беда. Вот не будет баланса. Когда будет очень много греха, много будет беззакония, то не будет того, что могло бы, скажем, как отмолить у Бога именно это правильное состояние. То мы совсем скатимся и совсем неизвестно, что с нами будет. На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня неделя седьмая по Пятидесятнице. Память святых отцев шести Вселенских соборов. Завтра в понедельник Святая Церковь празднует память святого равноапостольного великого князя Владимира в крещении Василия. В пятницу мы вспоминаем события обретения мощей преподобного Серафима, саровского чудотворца, а также празднуем собор курских святых. В субботу, 2 августа, торжество в честь святого пророка Ильи. В следующее воскресенье будет отмечаться собор смоленских святых. О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.